Начата работа над дорогой Купеленко-Ермолина-Сопронова-Калиновка. Сейчас рабочие расширяют дорожное полотно и укладывают бордюрный камень. Также здесь появится освещение. Реконструкцию этой дороги жители ждут уже давно. Никакого освещения. Дорога узкая, разбитая, тротуар для пешеходов отсутствует. Между тем, ей активно пользуются не только жители деревень Сопронова и Калиновка, но и владельцы квартир в домах новых микрорайонов. Уже к концу этой осени их мечты станут реальностью. Проверить, как продвигается реконструкция, на объект приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Мы четко понимаем, что здесь будет двухполосная дорога, которая позволит в перспективе запускать автобусный маршрут. А вы сами понимаете, что автобусный маршрут – это только дорога, соответствующая всем стандартам. Но в любом случае, несмотря на то, что жители поставили этот вопрос, наша задача, чтобы в этом году здесь, что называется, все поехало. Глава муниципалитета осмотрел фронт работ, поговорил с представителями МОЗ «Автодора» и компаний-подрядчика и ответил на вопросы жителей, которые также присутствовали на встрече. Волнуют остановочные павильоны в дальнейшем, разработку маршрута до Калиновки. И это волнует как жителей Калиновки с той стороны и как жителей новых микрорайонов. Ну вот мы с полежаевым этот вопрос уже обсудили. Я думаю, что это все в рабочем порядке будет. Это следующие этапы. Да, следующие этапы. Поехали. Ждем дорогу, очень все ждем ее. Я думаю, что они все это будут сами, своими силами и контролировать, в том числе и качество работ. А потом, я надеюсь, мы уже откроем все вместе, вместе с активными жителями эту дорогу. Это приблизительно, я думаю, что октябрь-ноябрь. Работы только стартовали, но несмотря на это новый бордюрный камень уже тянется на сотни метров. Дорога состоит из четырех участков, общей протяженностью четыре километра. Здесь планируется расширить проезжую часть, организовать освещение и тротуар для пешеходов. Полосы будут полноценные, по три с половиной метра в одну сторону и в другую. Сейчас на объекте 15 человек, а в течение недели планируем нарастить до 40. А техники? Техники сейчас тоже у нас три погрузчика, соответственно, бордюрами, которые занимаются. Дальше у нас будут фрезеровальные машины, катки и все остальное, полный комплекс. В самое ближайшее время эта же подрядная организация начнет работы по реконструкции круговых перекрестков в центре Видного. На пересечении улиц Советская и Школьная, а также на круговой развязке улиц Советская, Березовая и проспект Ленинского комсомола. Там будут устроены дополнительные поворотные полосы, что позволит увеличить пропускную способность перекрестков в два раза. Работы по организации выезда из шестого микрорайона также будут закончены до конца года, заверил Алексей Спасский.